Тогда сейчас, значит, смотрите, мы будем в каком режиме работать? Сколько примерно вы приблизительно готовы на выступление свое выделить время? Я понимаю, что вы можете быстрее. Я думаю, что 20 минут интенсивного слушания приводит людей к некоторым утомлению, и потом надо менять заказчик. 7 минут. 7 минут мы готовы удерживать во внимании. Потом у нас будет небольшой такой кофе-брейк и общение. Нет, у нас будет 2 учреждения. У нас будет второй Виктор Громовой, и после Виктора Громового мы сделаем такую паузу, кофе-брейк, общение. И у нас после этого тогда Ирина и Екатерина, да? Хорошо? Такой последовательности устраивает? Но при этом, так сказать, если вдруг у нас появится какая-то интересная тема, или у вас будет желание включиться, добавить и это самое, то, значит, мы в любом случае это делаем. То есть формат круглого слаба соблюдаем, несмотря на наличие таких вот докладчиков. Итак, хорошо. Яков, вам сейчас время и место. Я буду следить за временем, хорошо? Потому что очень важно, чтобы вот в это прекрасное время, так сказать, что мы не будем ждать. Блин, надо было все-таки на пляж пойти. А, если вы не заберете отмашку, так сказать, и бросаете меня чем-то тяжелым. А, если у вас уже есть, то не берите, а если нет, то берите. Это двое, да, хорошо. По две, по две. Так, я раздал с этой стороны. Пускайте вторую колоду, и где-то они встретятся. А, у меня второе. Да. Так, значит, Так, у вас есть, у вас нету такой? У вас такая есть. Даже не что-то, да? Я помню. Я знаю. Так. У вас тоже есть. Не было. Когда зовут карточку, тогда... На самом деле, это два разных раздаточных материала. Вы можете потом обменяться. Надо две, да. Так. Если у вас указано будет две, то это будет нечисто. Не, 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 не. Не заберите, ведь сейчас же работать надо будет. Сейчас. Я думаю, надо всем. Нет, нет, все, все классики. Гриф, Алексей, так, давайте вторую. Если хватит, будем выкручиваться. Если хватит, то остаток положите на столе и... Я буду сейчас в центре, потому что там слишком жарко. Вот. Значит, в 89-м году в Москве с Еленой Николаевной мы впервые договорились о том, что старая школа – это очень плохо. В Москве было время буйных экспериментов, и мы тоже сделали свой эксперимент. Он назывался «Школа творческого развития личности через изучение стихии и культуры». И это была другая школа. К нам приходили разные родители, и анализируя то, чего они хотят, мы выработали определенный язык. И родилась вот такой термин, он чуть более поздний – «теория уровней абстрактного интеллекта». Деятельность человека можно описать формально. Если у вас простая деятельность, то у нее маленькие номера. Если сложная деятельность, то у нее большие номера. Но всего номеров 8 получилось. Так, я возьму тоже две карточки. И этими, это так же, как в музыке, есть ноты, ими можно записать любую музыку. То есть так же любую деятельность человека можно описать формально, и это дает повод для обсуждения, анализа и каких-то прогнозов. Так вот, давайте посмотрим. На каждой карточке есть на одной стороне, не одна обеих сторонах, есть номера от 0 до 8. Это 8 уровней. От 1 до 8. Основные от 1 до 8. Но иногда мы используем то, что ниже 1-го нулевой, то, что выше 8-го, 9-й. Но вообще от 1 до 8. Эти 8 уровней сложности по номерам имеют пиктограммы. Точка, кучка, да, видите, с другой стороны. Для стрелочка много стрелочек. Это процессор, много процессор. Так? Плоскость или карта, и много карт. Кубик или система, и много систем. Вот когда вы что-нибудь изучаете, то у вас в поле внимания сначала ничего не может удержать, потому что все в нове, постепенно оно начинает удерживать все более и более сложные структуры. И вот открытие состоит в том, что человек не непрерывно совершенствуется, а вот этими скачками. То есть сначала вот ничего не понятно, потом вы ухватили один объект, потом второй, потом третий, но это только второй уровень. А потом они выстраиваются в линейку. Это третий уровень. Потом вы видите одну линейку, вторую, третью, это четвертый уровень. Потом у вас появляется такая картинка, что вы по ней можете ходить вправо-влево, это плоскость, да? И тут появляется у вас свобода. Вот вы можете открыть одну из карточек, ключевые фразы. Значит, первый уровень. Это мое. Вот маленький ребеночек. Раз, за погремушку. Это и мое. Или за конфетку. Это первый уровень. Следующий уровень. Много объектов. Эти уровни прослеживаются в самых разных вещах, в том числе в развитии ребенка. И, грубо говоря, каждые три года надо переходить на следующий уровень. От 0 до 3, одна игрушка. Схватил и держит. А дальше, извините, уже нужно заполнять все пространство. И конструктор начинает расползаться по комнате. И мы заполняем все игрушками, мы осваиваем пространство. Это второй уровень. 3 до 6, второй уровень. А дальше человек идет в школу, в стандартную школу, и его учит читать, писать, считать. Это все линейные деятельности. Потому что он может удержать процесс. А если вы видите и раньше, процесс рассыпается. Бух вы знаете, слово сложить не может. А в какой-то момент раз, и мозг созрел, и третий уровень актуальный. Вот когда мы в 89-м году это просчитали и поняли, что вся школа стандартная на этом заканчивается, подумали, ой, потому что человек дальше должен делать более сложную вещь, а его на линейной деятельности держат вплоть до ЕГЭ всего. То есть он должен знать план решения, и по этому плану пройти далеко-далеко-далеко по линии. И все. И больше ничего не нужно. И с точки зрения этики, посмотрите, это мое, мы хорошие, они плохие. Это этика второго уровня. Вот здесь хорошо, а там плохо. Здесь светло, а там темно. Черное и белое. А третий уровень, да? Вот мне написано, кто сильнее, тот и прав. Потому что есть вертикальная шкала, и каждый хочет ответить выше другого. Показать, что он самый-самый-самый умный, да? Обмен угрозами все время. Это третьего уровня логика. Вот мы какие крутые. Это третьего уровня. Это советская школа, вот она наплодила вот это. На самом деле это прослеживается и у ребенка, но это прослеживается и в истории. Откройте картинку с пирамидками. И посмотрите, что... Другое дело, что в обществе не один уровень ведущий, а один ведущий, к нему еще два, и тогда трое, тревогные держат картину. Ну, например, нарисован 1, 2, 3 античной античности. Кто главный человек в античном? В античном городе воин, герой с мечом. А кто рядом с ним? Земледелец. Афины это республика земледелецов свободных, свободных и воинов. И они имеют право голоса. Есть еще рабы. Так вот, рабы первый уровень, земледельцы пространства второй уровень, и воины, которые сильнее всех, это третий уровень. Вот вам античный город государства. Конечно, там есть еще более сложные вещи. Но в какой-то момент эти более сложные вещи запрещают, осуждают. Сократа приговаривает к смерти. Один век длится вот этот расцвет всего-навсего. Аристотель вынужден бежать и так далее. Потому что общество имеет свой акцент, и это акцент третьего уровня. Кто сильнее, тот и прав. Это весь античный мир на этом построен. Дальше в нем вызревают какие-то новые тенденции. Ну, скажем, 2-3-4, грабли, конечно, нужно было что-то другое нарисовать, но 2-3-4, потому что мы обычно на них наступаем. Это средневековье. Потому что 4-е это священник, у него параллельные процессы. Дворянин-воин это 3. И крестьянин, прикрепленный к земле, как правило, это 2. Вот это следующая эпоха. То есть, когда эпоха движется, что происходит? Происходит накопление более высоких, более умных людей. В какой-то момент происходит щелчок, и эти умные люди становятся не маргиналами, а ведущими. И вот дальше возникает парусник, 3-4-5. Это возрождение. Потому что пятерка, это тот, который видит плоскость. Он говорит, а я хочу вот сюда поехать. Вот один, аналогия еще из одной области. Вы учитесь водить автомобиль. Один. Раз за руль схватились, и все. Это руль. Это первый раз я съем в кресло, когда водитель. Вот я так себя чувствую. Потом смотришь, одна педаль, вторая педаль, тут еще какие-то, ключик, зажигание, там еще много объектов. Еще не поехал. А вот когда знаешь, в каком порядке включать, то можно поехать по прямой линии. Это третий уровень. Дальше начинаешь поле внимания немножко расширять. Тут справа одни люди идут, справа другие, слева другие едут. Четвертый уровень. Но это еще не свобода. Это параллельный процесс. И вот когда поле внимания расширится до всей плоскости, он начинает понять, что тут можно повернуть направо, там уже повернуть налево и поворачиваются. Вот свобода появляется только на пятом уровне. Давайте откроем картинку личности, другую. Нет. Это рано еще. Кто сильнее, тот и прав. Ключевые фразы. Четвертый уровень. Это ролевая система. Параллельные процессы. Это ролевая система. Мир такой. А средневековое общество. Это ролевая система. А возрождение. Это свободный человек. Он сел на корабль и поплыл. Поэтому тут парусник. Три, четыре, пять. А дальше оказывается, что одна плоскость – это мало. Потому что я-то маршрут проложил и проехал. Но если я более умный, я могу во мне проложить несколько маршрутов и сравнить их. Валер, нужно иметь мощное поле внимания, которое держит разные маршруты. Выбрать лучший. И тут начинается наука и теоретическое мышление. А почему, спрашивают. Почему этот маршрут самый лучший? Отвечает ответ какой? Посмотри, сравни, посмотри. Но чтобы сравнить, надо видеть поле внимания, которое держит много плоскостей. И действительно, да, лучше. Это шестой уровень. И это не просто капитализм ранний, возрожденческий. Но это правовое государство. Потому что шесть – это тот, который думает, а потом делает. Это ученый, это теоретик. Он доказывает. Это юрист, который по закону и в суде доказывает, что так, а не иначе должно быть. А то, что это нарушение и так далее. Но рядом с ним, ну вот что такое завод, да? Это, скажем, вот тут нарисованы автомобили. Что такое автомобили? Это инженеры, которые проектируют, оптимизируют, все рассчитывают и объясняют, почему так, а не иначе. Ниже стоят менеджеры. А ниже стоят квалифицированные рабочие. Шесть, пять и четыре – это современная машинная производство инвестиционная. А дальше начинается непонятка, потому что вы выходите из этой плоскости раз и в третье измерение. И начинается вот компьютер, а дальше у нас планшет нарисован, да? Это следующая эпоха. Вот индустриальное общество заканчивается там, где заканчивается классическая наука. Уже Эйнштейн уже не классическая наука, квантовая механика уже за пределами, да? И это уже 20-й век. То есть пять, шесть, семь, там изобретатель становится главным. Это следующая эпоха. Это постиндустриальная. Не индустриальная, а постиндустриальная. Но и этого тоже мало, потому что весь 20-й век наизобретали, а оно теперь взрывается. То есть человек на восьмом уровне должен этим как-то управлять. И если вы посмотрите, ну вот есть сеть, да? Сеть это такое изобретение. В этой сети выходят люди, вы выходите в сеть, и рядом с вами в одном форуме люди из разных стран, и у них другой бэкграунд, и вы должны с ними договариваться. Потому что на восьмом уровне человек может держать много систем. Если шестой уровень, это моделирование чужого состояния как однородного своему, я математик, и вот математик, и вот математик. Я им доказывал, и они со мной соглашаются, хотя могут и проверить, и усомниться. То на восьмом уровне это моделирование чужого знания как неоднородного своему. То есть я понимаю, что я, допустим, там, белоамериканец, а он, там, индейец Навахо, у него другой, за ним стоит другая культура, и я понимаю, что его культура самоценна. Вот когда американцы не просто там помничтожали, а стали восстанавливаться, не только культуру, например, восстановили, например, волков, которых истебили. И восстановился этот биоциноз, который был исторически в Центральной Америке, в Северной Америке. Они восстанавливают вот это уважение к системам, как к самоценным, другим, разным, нужным. Это восьмой уровень. Если вы сегодня хотите сложные проблемы, можете по-простому решать. Но это будет в прошлое время. По-сложному нужно, вы сами должны держать это в поле внимания, и коммуницировать с разными науками, с разными взглядами, с разными взрослыми детьми, как-то это гармонически сочетать. Но это восьмой уровень. Тут, правда, еще должен быть написан девятый, который для нас просто свободное владение. Потому что восьмой он просто видит. Он видит, что этому плохо, он видит, что этому больно, он видит, что там надо срочно что-то делать, менять подгузники. Но он должен принять решение быстро. И это уже не совсем восемь. Восьмь слишком много видит и тормозит по этому. А девятый, он успевает понять, кому можно помочь, и промокает прямо сейчас. А кому завтра, а кому помочь нельзя. Это что касается описания того языка, на котором я предлагаю вам анализировать мир, историю развития ребенка. Девять, двенадцать, пятнадцать. Почему начинается конфликт в школе? Старой, в обычной школе. Потому что линейная деятельность в двенадцать лет уже совершенно неинтересна. Ну, совершенно. Когда ребеночек говорит, а проект на одного, это еще линейная деятельность. Он сам. А когда он говорит, я хочу в команде, а это уже двенадцать лет, это норма, извините. А если ему нельзя, если сам никуда не подглядывай, ни у кого не списывай, это, извините, нарушение его внутренних программ. Программы развертываются, а мы их блокируем. Нельзя этого делать. А дальше тинейнджер, да, пятый уровень. А я так хочу, я хочу попробовать. А дальше шестой уровень. А почему? Объясните, зачем это нужно? Так все делают. Не годится. Значит, в чем главная стратегия? В том, что видеть, какой уровень у соседа, и давать ему плюс-минус один, потому что сотрудничает только с соседним уровнем. Если он говорит, я так хочу, ладно, подумай. Вот ты сейчас прыгнешь с корыши, дальше ты ломаешь ноги, и все это лежишь в больнице. Нравится? Не нравится. Поэтому сначала подумай, шестой уровень с пятым кооперируется. А если нельзя, и по второму уровню можно, нельзя, ну, конечно, конфликт, конечно, можно там чего-то предотвратить. Но это простое решение, оно не развивает сложные конфлиции. Вот. Тут есть еще одна карта, которую мы не посмотрели. Это иерархи низшей стратегии. Это, собственно, почему эта миферная шкала делится на такие ступеньки. Потому что в обществе существуют солдаты, офицеры, генералы, как бы один тип управления. Ученики, учителя, ученые, другой тип управления. Это существует и все время возникает. И эти люди занимают определенные ниши. И в этих нишах существуют определенные правила, определенные понятия, определенные способы мышления. Первый, третий и пятый уровни. Это уровни солдата, офицера, генерала. А второй, четвертый, шестой – это уровни ученика, учителя и ученого. И это накопленный опыт, который группируется такими узлами. Когда вы идете, вы их с одного узла перескакиваете на другой. Потому что это уже есть в языке, это уже есть во всяких там комментариях, науках и так далее. Но этого мало, потому что дальше возникают сверху. Странники – это люди, которым мало. Они хотят в одной, а у них столько энергии. Это называется статические статические, не динамические. Статические – вы учились там, допустим, на учителя, и учитель, 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 учитель. Все. А есть люди, которым этого мало, они учатся, и прикидывали всегда, что вот он учитель, вот он написал учебник, вот он уже все понял, и пошел изучить другую науку, учить второе образование, третье образование, четвертое образование. Это странник. Так что седьмой и восьмой уровень – это когда люди странствуют 1-3-5, 7-2-4-6, 8-7. Ну, деваться некуда, история такова, что задачи вокруг, да, что должен иметь человек, который этим владеет, он должен, во-первых, видеть уровень того, тех, кто рядом, во-вторых, уметь дать уровень такой, который копируется с этим партнером, да, чуть выше, чуть ниже, плюс один, и третье видит уровень задач, которые стоят здесь перед нами. Вот задачи выставлены, седьмой, восьмой уровень, новые технологии все время появляются, сверху падают, да, на нас, деваться некуда, седьмой уровень, и люди разные, сами приходят, и надо с ними договариваться, это восьмой уровень, это задача объективна. Если мы можем это отвечать, на эти запросы, значит, мы успешны, но, по крайней мере, должны видеть уровень задачи, уровень участников, которые пришли решать эти задачи, и, собственно, как-то это все сочетать. Ну и, как бы, последний аккорд в этой малой, в этом малом эпизоде, школы, вот тут я нарисую, потому что это штука от тех летней давности, а запросы жизни, они нам диктуют вопросы, и мы должны на них отвечать. Значит, школа 1 действует, давайте я сейчас, теперь вы уже понимаете, что такое означают эти цифры, и теперь вам будет легче понять то, что я сейчас скажу. Значит, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, так. Значит, школа 1, индустриальная, существует в диапазоне 2, 6. Плохой вариант, ну, это глупый вариант 2, 3, 4, когда глупый ученик просто знает, что можно, что нельзя, и не нарушает, ученик поумнее, там, бежит впереди всех, и лучше всех выполнять задания, а учитель рассказывает по учебнику, что нам в едином учебнике государственном написало наше родное правительство, значит, ведущая наша коммунистическая партия, вот, значит, это 2, 3, 4, ну, можно побыть поумнее конструкция, когда учителю разрешено некоторое экспериментирование, да, дети умные уже могут рассказать своим ученикам, соседям, как-то их чему-то научить, а глупый ученик все-таки тянется и все-таки что-то достигает. Ну, и самый умный вариант, это когда у вас приходит профессор из университета со спецкурсом, а тут все-таки какие-то эксперименты учителя, а тут дети, которые все-таки в командах что-то такое делают, это умный вариант, но все равно он находится в этих предметах, потому что здесь все ограничено, творчество ограничено уже готовой наукой. Приходит человек, знающий, как правильно решать дифференциальные ограничения, и вас этому учит, но на высоком научном уровне. Нас сегодня интересует не эта модель, а модель школа 2. То, что мы видим здесь, в этом замечательном пространстве, оно простирается вот так. И специально, скажем, если мы говорим о тьютерстве, то это с восьмого уровня по пятый, потому что свободное решение принимает ребенок, я хочу к этому тьютеру, я хочу вот тогда прийти меня, его никто не спрашивает, почему? Ну, хочется человеку. А тьютер, родитель, специалист по науке и психолог вместе обеспечивают вот это вот движение, оно восемь, мы понимаем, что там у ребеночка другое, особенное. Восьмое вот эти уровни, это тьютерство. Если мы говорим, скажем, ну, вот тут какие элементы в этой школе родились? Классно-урочная система. Классно-урочная система это вот это вот, 2, 3, 4, потому что 2 это жесткое пространство, 3 это жесткое время и 4 это жесткие роли учителей. Значит, вот классно-урочная система, 3, 4, 5 это бальная оценка, потому что он бежит впереди, учитель может как-то импровизировать здесь, но тут существуют какие-то критерии, как оценки ставить. И 4, 5, 6 это предметно-тематический план, когда наука говорит, как надо правильно преподавать, расписывает, и учитель четко выдерживает этот план, который затем сверху спущен. И расписывает в журнале там каждую темочку, как оно и положено быть. Эта замечательная конструкция нас интересует другой, у нас едут тьюторы. Вместо содержания у нас будет, значит, у нас вот есть несколько комплексов, 3, 4, 4, 5, 7, 6, 5, 4 один комплекс и условно 6, 3 другой и 2, 5. Вот там, где у нас пространство, 2, оно не жесткое, четвертое, оно 5, по пятому уровню, с импровизацией. Вот у нас сегодняшнего дня, у нас пространство от Гарри Поттера, и мы его переделываем, а потом оно еще какое-то. То есть, и у нас вот эта вот система гибкого пространства-времени, вот этот термин я сейчас просто сказал, раньше было немножко по-другому. Гибкое пространство-время покрывает со второго по пятый уровень, а с третьего по шестой у нас покрывают проекты. Потому что третья есть цель у проекта всегда, но ее надо организовать лучшей группой, принять там какие-то решения свободные по ходу и обосновать, что вы сделали правильный выбор. Доложить, презентовать, чтобы все поняли, что ваше решение было оптимальным. А есть еще группа 4-7, когда вы занимаетесь содержанием, я называю это сеть знаний. Вы должны на седьмом уровне самое научно-передовое, вот прям свеженькое журнало научного, вытащить, вписать это в науку и дать это содержание, чтобы кому интересно, чтобы он это узнал, понял и подключился. Вот эти блоки, они дают совершенно другую картину. Это модель, которую надо строить, ну и которая отчасти воплощена, вот здесь. А это модель, которую все знают, любят, но она позапрошлый век. Так, конец первой части, ваш вопрос. Прошу вас выйти, мы классно все уложились, так сказать. Мы сработали, так сказать, на уран. Пожалуйста, коллеги, смотрите, тут очень хорошо было, да, были определенные элементы интерактива, мы все-таки не просто слушали, да, то есть как мы могли там соотнести... Картишки, 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 да. Так, ваши вопросы по сказанному выше. Да, а во-вторых, самое главное, что так или иначе, вы наверняка накладывали то, что говорилось, да, на какие-то ваши уже существующие модели, потому что сидящие здесь все, как минимум, так сказать, где-то так приближающиеся от девятого до восьмого, да. Поэтому, пожалуйста, вопросы, вот как бы, может быть, даже с позиции вашей модели, да, как это соотносится. Попробуйте соотнести, пожалуйста. Мне очень интересна корреляция с моделями Греймса, с моделями Кеггана... Спокойно, значит, Греймс, замечательный автор. Какие годы жизни? Не, середина, 20-го века. 1914-1986. Значит, эта штука была придумана, ну, не совсем такой формулировки, в 89-м году на материалах детей и родителей той школы, которую мы делали в Москве. Я писал какие-то статьи в интернет, что-то выкладывал бумажно, лекции... Мне потом приписывали неизвестному автору, и я встретился потом в Москве с людьми, которые, значит, нашли меня как этого автора. Он вышел в книгу «Как лестница странников». Есть даже такой сайт, люди, связанные с коммунистическим движением, это использовали, ну, вот не могли вспомнить автора. Я с ними встретился, и это одна волна. Значит, книжка вышла... Теперь она называется «Лестница Якова», да? Да. Книга... Впервые в Москве вышла книга в 2005-м году. Люди стали это читать, и в 2006-м году, в декабре, в конце года, мне один читатель пишет в форуме читателей о том, что, оказывается, есть такой грейпс для Рудилья, который похожую вещь писал мне в 1986-м году. Я ничего о нем не знал, до 2006-го года. И действительно, я стал это копать, действительно, значит, феноменологически уровни грейпса совпадают с тем, что здесь описано. Феноменологически. То есть грейпс наблюдает, что да, здесь люди думают о пространстве, что здесь они борются, значит, кто сильнее, тот и прав, что здесь у них ролевая система. И номера у него есть, но это называется сегодня «Спиральная динамика», хотя этот уровень не играет за его учеников. И да, есть школа спиральной динамики, они работают с организациями, налаживают там взаимодействие и так далее в организациях. Но у грейпса нет многих вещей. У него нет, во-первых, поля внимания, которое здесь, и нет у него вот этих меньше стратегий. А это позволяет понять механику и поэтому применить не только в наблюдаемых поведениях детей, вот этих людей в обществе, но и в поведении детей, но и в самых разных вещах. То есть это позволяет вот эту формулу не просто увидеть там, где она описана уже грейпсом, а увидеть в самых разных местах. И сочетать еще и с другими вещами. Есть еще такой Кен Уилбер, интегральный подход, можете встретить, но он, на мой взгляд, берет грейпса и сильно портит, берет еще другие модели и механически их сливает в одно, от этого все портится. Но это мое такое субъективное мнение. Во всяком случае, просто очень сильная личность Кен Уилбер и очень немного последовательная, но то, что он говорит, это скорее его харизма и многие вещи, да, можно сказать, но это как бы превращается в некоторую религию, скажем так. Поэтому я вот, по сравнению с грейпсом, мне кажется, что материал несколько испорчен, но это мое субъективное мнение. Во всяком случае, такие школы есть, спиральные динамики, и рядом интегральный подход, но реально сливают, иногда нет. Это в чем-то совпадает, но механика внутренняя прописана так подробно, что вы можете этим пользоваться в большем числе областей и с гораздо большим эффектом, я кажется, закончу. На самом деле, это замечательно, что я всегда, например, радуюсь, когда какие-то мои придумки совпадают с чьими-то придумками. Это означает, что мы, идя из разных, так сказать, изначальных позиций, да, приходим в одну единую вот эту точку. Значит, это точка правильная, не случайно кто-то забрел, так сказать, и заблудился, да. Значит, поэтому, ну, опять же таки, здесь у меня есть такая тоже определенная метафора, консервный нож, да. На самом деле, есть разные модели консервного ножа, но главная их задача всех – открывать банки. Если у вас просто консервный нож, который можно поставить и влюбоваться, он банки не открывает, он бесполезен. Поэтому вы можете принять любую модель, да, в принципе, выбрать эту модель или ту, которая вам ближе, понимая, что существуют и другие модели, которые тоже открывают вашу консервную банку, вот. И, скажем, применять по назначению, ну, когда, как удобнее, нужны и больше. Более важная задача – отличить то, что было, от того, что должно быть. И она вот так решена. На самом деле, вполне логично этому, ну, действительно, у меня есть своя какая-то модель, но она… Не завод, да. В некотором смысле. Да, другая. Которая, на самом деле, абсолютно не противоречит этому, что, собственно говоря, мы и пытаемся вот в нашей школе… Мы, сразу хочу сказать, мы еще, так сказать, школа полтора, так сказать, это самое, не один, не два. А полтора, да. То есть, мы сейчас вот в этом прыжке, так сказать, между вот этой школой и вот этой, да, да, мы уже летим. То есть, мы уже там отрывались, а сюда еще не приземлились. Поэтому, ну, по крайней мере, пинок, так сказать, начальный, так сказать, нам дети задали, и мы вот сейчас в полете, да. И вот надеемся, что… Дети считывают это и требуют это. Да. Приземлимся без потерь, так сказать, здесь, и уже тогда будет, действительно, вот в полной мере вот эта школа реализована. Сейчас, пока нам приходится лоббировать между теми требованиями, которые нас, ну, зажимает государство, и мы имитируем для государства школу один максимальным образом, но для себя мы уже понимаем, насколько вот это важно и как это должно быть по-другому. Хорошо. Давайте у меня есть… А, еще, да, пожалуйста, Кришна. Да можно? У меня такой более практический вопрос, да? Да, да. Не из академических вопросов. Вот, когда мы говорим о каких-то школах, там, 7-го, 8-го уровня, там, или такой вот, как школа Афина, у нас всегда стоит вопрос отбора детей для этой школы. Да. То есть, следовательно, только есть какие-то дети, которые могут или, там, легко воспринимают идеи, а есть какие-то дети, которые, там, в силу разных обстоятельств находятся на 3-м, 4-м, у них семья на таком и так далее. И вот, когда мы строим не отдельную какую-то школу, где мы набираем детей, преподавателей, создаем корпоративную культуру и так далее, а когда мы говорим, там, о практических механизмах, там, ну, масштабированные. Да. Потому что все-таки… Вы вопрос закончите, я начну отвечать. Да, да. Ну, вы же вопрос, наверное, знаете. Как это? Нет, нет, нет. Я… Как масштабировать этот вопрос? Каким образом масштабировать при абсолютно разных начальных… Скажу. Значит, первое. Первое. Когда ребеночек рождается, клеонина выходит с завода, у него есть все клавиши. Знаешь, какой дядя настойщик с молотком и вышибает лишнюю клавиши? Вот так работает. Плохая зимообразовательная. Ну, вот. Значит, если в семье интуитивно чувствуешь, что все должно быть развитое, раскрываются, ну, не все, но многие способности, и есть, конечно, органические дефекты. Я знаю человека, который рос и застрял между вторым и третьим уровнем, получил травму мозга в детстве. Да. Но надо понимать, что это существует. Но семья имеет какой-то свой диапазон сегодня. И если к вам приходит в школу Афины человек, к которому это очень надо, значит, он понимает, что вот это вот он в другом магазине не купил, только в этом. Он приходит за этим товаром. А если он не понимает то, что он не видит тогда, и только это, тогда ему дать ему чуть подешевле. И он выбирает то, что подешевле. Поэтому, конечно, для существующих родителей с разными диапазонами должны быть разные магазины, разные школы, где они получат тот демон, который ему нужен. Это первое. Поэтому, конечно, стабильное старое должно быть какое-то время. Ну, будет, да. Тогда просто ваша школа – это элитная школа для элитных детей. Если у меня в Фейсбуке расписано несколько программ, что он делает на уровне государства. В частности, надо работать с родителями. С молодыми родителями надо объяснять, как ребеночкам играть, что с ним заниматься. Это должно быть работа с взрослыми, которые с детства стараются не повредить клавиши. Она должна быть не государством, а как программа. Это молодые родители, которые хотят взять эти знания, не должны быть эти знания. И тогда они будут бережно относиться к тому, что у ребеночка раскрывается и это, и это, и это. Это важно. Сегодня, по старой методике, очень многие вещи запрещаются, блокируются, и тогда они не выросают, и тогда они не разворачиваются. Если все время на вопрос, почему отвечает по тому, то шестой уровень не возрывает. Хорошо, давайте и так далее. То есть, хотя же это тоже элитные родители? Да. Всегда. Ну, здесь вопрос по пониманию, что есть элита. Я, на самом деле, с вами согласен, но элитность не означает обязательно драговизму. Да, да, да. Ну, а как мы тогда должны? Ну, то есть, либо мы здесь говорим, это здесь элита находится, либо здесь элита там, где-то на каком-то краю. Но если мы говорим... Вы не на том уровне напишите, что элита здесь нет? Нет. Нет. Ну, да. Тут же ж... Хорошо. Я... Так, давайте поблагодарим. Спасибо. Так, еще вопросы. Может, еще вопросы есть? Вопросы будут. Будут. Ну, так, так.